Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем тему изучения нашей Родины. Ребята, нашей Родине посвятили очень много стихотворений наши поэты, писатели, художники посвятили свои произведения нашей Родине, композиторы. Сегодня мы с вами пройдем творчество азербайджанского поэта Наби Хазри, который посвятил нашей Родине очень много своих произведений. Наби Олегпер Оглы Бабаев. Он родился в 1924 и скончался в 2007 году. Ребята, Хазри – это его псевдоним. Почему он себе выбрал такой псевдоним? В первую очередь нужно сказать, что он очень любил город Баку. Он жил и творил в городе Баку. Он знал каждый камеша, каждого жителя города Баку и с трепетом относился к истории родного города, но и родного края. Давайте посмотрим причину, почему он выбрал себе такой псевдоним. Хазри – это бакинский норд. Нордом называют северный ветер. Это сильный, холодный и сухой ветер Баку. Он иногда дует целыми неделями, то есть он очень сильный, бурный, он приводит в движение огромные волны. И вот Наби Хазри отождествлял себя и свое творчество именно вот с этим ветром. Он очень любил море, часто гулял на берегу моря и посвятил очень много произведений нашему морю. Стихотворение, которое мы сегодня с вами будем изучать, это отрывок из его поэмы «Город моей судьбы». Город света, огней лагуна, фонарей золотые шары. Рядом с улицею Вургуна светит улица Джабарлы. Лишь на город и тих, и робок, вечер глянет, ища приют. Побегут о их огни бок о бок, словно песню одну запоют. И выходят они из света, два поэта земли родной. След Джафара и след Самеда не смывает Хазар волной. Через долы пройдут и горы, у Хазары придут постоять, а к утру возвратятся в город, станут улицами опять. Посмотрите, ребята, какое чувство вызвало у вас это стихотворение. Конечно, мы понимаем, насколько поэт любил родной город, как он знал каждую улочку, и как он уважал и любил достойных сыновей народа поэтов Самеда Вургуна и Джафара Джабарлы. Давайте посмотрим. Непонятные слова. Лагуна – это морской залив, отделенный от моря песчаной косой. И, ребята, наш город Баку находится на берегу этой морской лагуны. В стихотворении мы с вами услышали имя великого азербайджанского поэта Самеда Вургуна. Наш народ ценит и уже много лет хранит в своей душе память об этом прекрасном человеке, великом поэте. Именем Самеда Вургуна названа улица, ему установлены памятники, в его честь назван русский драматический театр. Многие библиотеки носят имя Самеда Вургуна, и это показывает, насколько наш народ ценит представителей искусства. Еще мы с вами в этом стихотворении услышали имя Джафара Джабарлы. Это один из самых великих сценаристов, драматургов. Он автор многих сценариев, знаменитым нашим кинофильмом. И поэтому азербайджанская киностудия носит имя Джафара Джабарлы. Памятник Джафару Джабарлы установлен на площади 28 мая. Вы, наверное, видели этот памятник, часто проходите мимо него. Его именем названа улица. И все эти улицы, памятник, все они напоминают нашему народу, какой огромный вклад эти люди сделали в культуру нашей страны. Давайте вернемся к стихотворению и обратим внимание, сколько предложений в этом стихотворении. Вы знаете, что многоточие – это тоже является концом предложения. Здесь у нас два многоточия, точки. Обратите внимание, давайте посчитаем, сколько у нас в этом стихотворении предложений. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. В этом отрывке, ребята, десять предложений. Мы с вами должны уметь учиться выделять предложения из стихотворного текста. Давайте обратим внимание на вот такие вот слова «тих» и «робок». Эти слова обозначают признаки, но эти признаки даны в сокращенной форме, краткой форме. И такие слова называются краткими прилагательными. Вот когда мы с вами будем проверять некоторые слова с парными согласными, часто это происходит в прилагательных. Мы тогда эти прилагательные ставим в краткую форму. Например, «робок» – это проверочное слово к проверяемому слову «робкий». Чтобы проверить согласную «б», можно это слово поставить вот в эту краткую форму. Обратите внимание, что «джафар», «самет», «вургун», «джабарлы» написаны с большой буквы. Давайте повторим и вспомним, какие слова пишутся с большой буквы, как мы их называем. Верно, ребята, это имена собственные. Верно. А теперь перейдем к грамматической части нашего урока и выполним упражнение 75 на странице 64. Нам нужно списать слова, вставляя пропущенные буквы и устно подбирая проверочные слова. Первое слово – слово «кружка». Парное согласное находится в середине слова, значит подбираем проверочное слово. Очень удобно подбирать проверочные слова, добавляя суффиксы «очк», «ечк», «оньк» или «еньк». Вот давайте попробуем, применим это в этих словах. «Кружка». Чтобы ее проверить, давайте к этому слову добавим суффикс «ечк», и у нас получится новое проверочное слово. «Кружка», «кружечка». И как только мы добавили суффикс «ечк», мы четко услышали согласную «же». «Книжка». Вновь добавим суффикс «ечк», и у нас получилось слово «книжечка». И уже в этом слове мы четко слышим согласную «же». «Сказка». Опять добавляем суффикс, и у нас получается слово «сказочка». И уже в этом слове мы услышали согласную «зе». Все то же самое проделываем со словом «игрушка». «Игрушка», «игрушечка». В этом слове мы слышим согласную «ш». «Трубка». «Трубочка». Слышим согласную «б». «Обложка». «Обложечка». Согласную «же». «Крышка». «Крышечка». Верно. В этом слове мы слышим согласную «ше». «Тропка». «Тропа». Вот здесь можно или «тропочка» сказать, или можно просто в начальной форме. «Тропа». И в этом слове мы слышим согласную «п». В слове «пирожки» можно поставить не только суффикс «очк», «пирожочки», например, а можно еще поставить суффикс «ок». «Пирожок». И тут же мы четко слышим согласную «же». «Подружка». «Подружечка». Услышали согласную «же». «Пробка». «Пробочка». Согласная «б». «Морковка». «Морковочка». Согласная «в». «Сторожка». «Сторожечка». Или «старожить». Вот мы с вами вместе поставили парные согласные, которые в этих словах стояли в слабой позиции. Мы с вами устно подобрали проверочные слова, усилили их и нашли нужную букву. Молодцы, ребята, вы очень хорошо справились с заданием. А теперь давайте поиграем в игру, которая называется «Я редактор». Кто такие редакторы? Это люди, которые исправляют ошибки в текстах. Давайте попробуем поиграть в редакторов. Посмотрите. Нашли ошибки в этом тексте? Верно, ребята, в этом тексте очень много ошибок. Давайте приступим к работе. Мамед Гасанов надел пальто, шапку, взял варежки, шарф и выбежал в сад. Мы здесь замечаем первую ошибку. Мы знаем, что Гасанов – это имя собственное, а собственные имена пишутся как? Молодцы, ребята, они пишутся с большой буквы. В этом слове надо было Гасанов писать с большой буквы. Надел пальто. Пальто – это какое имя? Собственное или нарицательное? Верно, это нарицательное. Значит, здесь допустили ошибку. Надо было писать это слово с маленькой буквы. В следующем слове – шапку. Мы говорим «шапку». Написано в этом слове, написано буква «б». Давайте проверим, это верно или нет. Подберем проверочное слово «шапку». Шапочка. Мы видим, что в этом слове должна стоять согласная П. Взял варежки. Давайте проверим слово «варежки». Варежек – проверочное слово. Если подставить суффикс «ек», и перед суффиксом «ек» мы слышим согласную «же». Шарф. Шарфы. Мы видим, что это слово написано верно. И выбежал в сад. Давайте посмотрим. Слово «в сад». Верно написано? Конечно, нет. Мы знаем, что «в» – это предлог. А предлоги с существительными, предлоги со словами пишутся раздельно. В саду большой пруд. Очень смешное слово получилось, верно? В саду. Тем более здесь это буква с сильной позицией. После нее стоит гласное. Большой пруд. Если мы оставим букву «т», то это получается какая-то железная палка. Пруд – это палка. Но в саду большой пруд здесь имеется в виду водоем. Значит, пруды. Проверочное слово «пруды». И в этом слове нужно поставить «д». Это слово показывает нам, что иногда, какую согласную нужно писать, нужно обратиться к лексическому значению этого слова. Там всегда репетишки. Значит, всегда. Это слово надо запомнить. Это словарное слово. Пишется с буквой «г». «Ребятишки». Тоже словарное слово. Оно непроверяемое. Поставили точку. Предложение закончено. Начинается следующее предложение. И тут же мы замечаем еще одну ошибку. Мы знаем, что после точки обязательно любое слово, будь оно собственное или нарицательное, нужно писать с большой буквы. На пруду, опять мы подставляем букву «д». Гладкий. Гладкий, гладенький, лед гладок. Значит, мы в этом слове должны писать букву «д». И первая буква здесь тоже написана неверно. Мы говорим «гладкий». И скользкий лед. Скользкий. Давайте проверим вот эту согласную. Она требует проверки. Скользкий. Скользить. Да. В проверочном слове мы четко слышим букву «з». Скользкий лед. Давайте проверим последнюю согласную. Поменяем ее форму. Лед. Льды. Во множественном числе. На месте «т» мы слышим букву «д». Мамед упал и больно ушиб лоб. Мамед. Правильно написано. Упал. Больно. Ушиб. Последнее слово. Лоб. Давайте проверим это слово. Лоб. Парное согласное на конце. Значит, будем менять форму слова. Лоб. Лбы. И в сильной позиции на месте этой согласной мы слышим согласную «б». Вагив. Вагив Самедов. Посмотрите. Самедов. Мы понимаем, что это фамилия. А мы с вами знаем, что фамилии и имена – это имена собственные, пишутся с большой буквы. «Быстро помог Мамеду». Быстро помог Мамеду. Вновь имя Мамед написали с маленькой буквы. «Встать и повел его домой». В этом слове орфограмма безударная гласная. Давайте вспомним, как мы проверяем безударную гласную. Мы подбираем проверочное слово или меняем форму, чтобы эта гласная была ударной. «Домой» под ударением «дом». Под ударением мы слышим «о». Значит, и в этом слове нужно писать букву «о». Мамед и Вагив теперь близкие друзья. Близкие. Вот это согласное требует проверки. Давайте ее проверим. Близкие. Близок. В начале урока мы с вами сказали, что прилагательный можно ставить в краткую форму. Близкий. Близок. И в краткой форме мы после этой согласной четко слышим согласную «зе». И последнее слово, ребята, слово «друзья». Но если мы прочитаем слово именно вот в такой форме, как написали, у нас получится «друзья». То есть нам нужно, чтобы «зе» была мягкой, и после «зе» мы слышим два звука «и» и «а». Как нам сделать, чтобы согласное и гласное «я» не смешались? Для этого нужно было вставить сюда разделительный мягкий знак. Вот посмотрите, сколько ошибок мы с вами нашли. Мы очень хорошие редакторы с вами. Молодцы, ребята. Вы очень хорошо справились с заданием. И домашнее задание. Выучите наизусть стихотворение Набихазри «Город моей судьбы» и выполните упражнение 74 на странице 64 вашего учебника. Ребята, во время пандемии не забываем о правилах гигиены. Носите маски, часто мойте руки дезинфицирующими средствами. Гуляйте на свежем воздухе, кушайте побольше фруктов и витаминов. Берегите своё здоровье. До свидания, ребята. Удачи! Здравствуйте, ребятки! У нас вновь урок математики. Сегодня на уроке мы с вами пройдём тему «Вычитание в пределах тысячи». Разберём случай отделения десятка. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Откройте, пожалуйста, учебник на странице 41, задание первое. Сравните разряды единиц уменьшаемого и вычитаемого. Решите сначала примеры, в которых отделяется десяток, а затем остальные. Мы с вами знаем, что уменьшаемое и вычитаемое – это два числа, которые надо вычесть. Также у нас по условию отделяется десяток. Как это понять, мы сейчас с вами разберём. Сначала примеры, в которых отделяется десяток, а затем остальные. Для этого давайте обратим внимание на наши примеры. 564 надо вычесть 128. 427 надо вычесть 209. И 568 отнять 214. Как понять, какие из этих примеров отделяются десяток, а в каких не отделяются? Для этого надо что сделать? Обратите внимание на разряд единиц. 4 и 8. Как вы думаете? Для начала давайте их запишем столбиком. 564 минус 128. 4 и 8. Как легко решить этот пример? Может быть, 8 отнять 4? Всё правильно, это не так. Нам надо обязательно взять в разряде десятков одну единицу. У нас получается разряд десятков одна единица – это 10. И ещё 4 – это у нас 14. От 14 отнимем 8. У нас получится, всё верно, 6. Так как мы от 6 взяли одну единицу, у нас осталось правильно. 5 от 5 отнимем. 2, 3. 5 отнимем 1. Вот этот пример называется, ребятки, отделение десятка. То есть мы взяли одну единицу в ближайшем разряде. В данном случае это разряд десятков. Запишем ответ. Как вы думаете, ребятки, из двух следующих примеров, какой пример мы должны решить следующим? Для этого давайте обратим внимание на разряд единиц. 7 и 9. Так как 7 меньше, чем 9, значит, это тот самый пример, то, что нам нужно. И обратите внимание следующее. 8 и 4. 8 больше, чем 4. Значит, его мы решим в самом конце. Запишем эти примеры. 427 минус 209. От 7 не получается у нас отнять 9. Значит, мы что сделаем? Правильно. Пойдем в гости к десяткам и возьмем одну единицу. Получается 17. Запишем, чтобы мы его не забыли. 17 отнять 9. 8. А от 2 у нас осталось 1. 1 минус 0. 1. 4 минус 2. 2. 2. 218. Запишем это. И следующий пример. 568. Вычесть 214. 8 минус 4. 4. 6 минус 1. 5. 5 минус 2. 3. 3. 5. 6. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 4. 4. 5. 4. 3. 5. 4. 4. 4. 217. Но это еще не все. Нам надо округлить то, что у нас получилось. 217 мы округлим до десятков, отметим десяток. А мы с вами уже знаем, как округлить это число. Мы должны обратить внимание на разряд единиц, на 7. А 7 мы с вами знаем, что дает правильно новый десяток, то есть разряд десятков увеличивается на одну единицу. У нас получается 220, то есть 217 приближено 220. Решим следующий пример. 572 вычесть 234. От 2 все верно, отнять не получается 4. Поэтому мы пойдем в гости к десяткам. 12 отнять 4, 8. От 6 отнять 3. Почему от 6? Все правильно, потому что мы один десяток уже отсюда взяли. От 6 отнять 3. 3. И 5 минус 2, 3. 338. Давайте то, что у нас получилось, мы округлим до десятков. Обращаем внимание на 8. 8. Что надо делать с восьмеркой? Все верно, оно дает нам новый десяток. А ну-ка скажите, как мы это число запишем? Все верно, 340. И следующий, последний пример, ребятки. Запишите его быстренько сами, и вместе мы его с вами проверим. Я вижу, вы готовы. 781. Отнять 553. Все верно, вы решили все правильно. Вы не от 1 отняли 3, а от 11 отняли 3. У вас получилось 8. 7 минус 5, 2. И 7 минус 5, 2. 228. А теперь это число мы с вами округлим. Как вы его округлили? Вы определили десяток и обратили внимание на разряд единиц. Все верно у вас получилось. Это число 230. Молодцы. Перейдем к следующему заданию. Следующее задание такое. На этой же странице задание четвертое. Вычислите, определив порядок действия. Обратите внимание на наши примеры. У нас в примерах два действия. То есть действия вычитания и сложения. Минус и плюс. Как вы думаете, какое действие здесь будет первым? Надо на что обратить внимание? Все верно, на скобки. Если это действие в скобках, мы его будем решать первым. В нашем случае, в наших скобках знак плюс. Это будет первое действие. А за скобками знак минус. Это второе действие. Обратите внимание на следующий пример. Как вы думаете, кто мне скажет, первое действие здесь какое будет? Плюс или минус? Все верно. Минус. Почему, ребятки, минус? Кто мне скажет? Опять вы молодцы. Потому что знак минус у нас в скобках. Первым мы решим знак вычитания. А вторым то, что за скобками знак сложения. Хорошо. А теперь давайте перейдем к нашим примерам и решим их. Первое действие. Первое действие у нас то, что в скобках. Надо сложить два числа. Трехзначных числа. 135 прибавить 127. Запишем это. Прибавить 127. 5 прибавить 7. 12. 2 пишем и 1 запоминаем. 3 прибавить 2. 5 и 1. 6. 1 прибавить 1. 2. Это результат нашего первого действия. А у нас есть еще второе действие. 345. Надо вычесть то, что у нас получилось от первого действия. То есть 262. Запишем это. 345. Вычесть 262. От 5 отнимаем 2. 3. От 4 отнимем 6. Все верно. У нас не получается. Мы идем в разряд сотен в гости. Берем оттуда одну единицу. И у нас получается 14 десятков отнять 6 десятков. И это будет 8. Здесь получается 2 минус 2. Это 0. Впереди мы с вами 0 не записываем. У нас получается ответ 83. А теперь перейдем к следующему примеру. Скажите мне, пожалуйста, какое будет первое действие? Все верно. Нам надо 167 вычесть 32. Запишем это. 167 вычесть 32. От 7 отнять 2 можно. Получается. Это все верно. 5. От 6 отнять 3. Тоже у нас все получается. 3. И 1 мы с вами спускаем. 135. Второе действие, ребятки, нам надо 235. Прибавить то, что получилось у нас в первом действии. 135. 235 прибавить. 135. 5 прибавить. 5. 0. 1. Запоминаем. 3 прибавить. 3. 6. И 1. 7. 2 прибавить. 1. 3. У нас получилось 370. У вас, ребятки, тоже так получилось? Молодцы. У нас получилось все правильно. 370. Хорошо. Давайте перейдем к следующему заданию. А следующее задание у нас задача. Расстояние от Кельбаджара до Ахдама приблизительно 107 километров. Обратите внимание на нашу карту. Вот наш город Кельбаджар. А это у нас Ахдам. Вот это расстояние между ними 107 километров. А от Ахдама до Ходжавенда. Ахдам и Ходжавенд у нас 35 километров. Приблизительно, ребятки, это не точно. Найдите расстояние от Кельбаджара до Ахдама. Вот это расстояние нам нужно узнать. Для этого что нам надо сделать? Все верно. Нам нужно сложить расстояние от Кельбаджара до Ахдама и от Ахдама до Ходжавенда. 107 прибавить 35, 7 прибавить 5, 12, 2 пишем, 1 в уме, 0 прибавить 3, это 3, еще 1 в уме, 4 и 1 спускаем, 142. Это 142 километра у нас расстояние от Кельбаджара до Ходжавенда. Молодцы, ребятки. А теперь, ребятки, задание для вас. Откройте, пожалуйста, страницу 41, когда у нас урок закончится. Закончите, пожалуйста, первое и четвертое задание и выполните второе и третье. Я вам желаю удачи, наш урок закончился. Обязательно, ребятки, мойте руки, одевайте маски, берегите себя и своих близких. А я вас жду на следующем уроке. До свидания.